Так, ладно, вот они что-то смотрят, друг. Ага, опа, четвертый пунктик, здравствуйте. Смотри, что, а? Ой-ой-ой. Хе, не получилось. Вот, получилось. Ну что, всем кум-молодые, с вами, как обычно, Паша Клейнс. У меня тут, как видите, на лице фарочку кентафариксов, да, блин? Что это за точки-фигочки? Это, видимо, я вот поначал всякие вот эти вот еду новую кушать. Короче, у нас патруль КСГО, приятного вам просмотра. Сегодня поищем читерастиков, да? А, во, наконец-то, я уже подумал, что не будет игры. Итак, у нас первая каточка, нифига себе, и подозреваемый не смотрит вниз. Это уже неплохо, я считаю, да? Так, ну давайте глянем, как он себя будет вести. Так, вот он, собственно, идет в сторону палосов и так аккуратненько. Оп, сейчас как посмотрит, как убьет кого-то, наверное. Ну да. В принципе, ладно, может, ему повезло в моменте, да, может, еще что-то. Я не уверен, правда, что повезло, но тем не менее, окей. Давайте будем смотреть, что называется дальше. Вот, так. Так, что-то они как-то медленно вот эти вот всякие телодвижения делают. Сидит в палосе до последнего. Все, семерочка не к нему идет, а идет в пит непосредственно. Где ее, наверное, сейчас... Ага. И четверочка поджала. Ну, все понятно тут, в принципе. По первому раунду, конечно же, понятно, что ничего не понятно. Вот. Но вот этот вот контроль за палосом, это, конечно, было забавно. Почему? Это вот, вы знаете, вот у вас ВХ, да, допустим. И вот как будто бы вы вот так вот смотрите, типа, аккуратненько так. Ну, он там слева, но я как бы не в его сторону смотрю, а вот так делаю. Поняли, да? Так, ладно, давайте посмотрим у нас раунд номер два. Посмотрим, что он вообще себя будет представлять. Пока что что-то не особо, он сильно что-то из себя представляет. Подозреваемый, допустим, не чекает меды. Хотя кто-то мог бы оттуда выйти, но, видимо, нет. Все-таки есть инфа. Так, раскидка. Раскидка сейчас будет жесткая. Ну, ты еще полчаса подожди. Какая крутая флешка. Вы видели? Обосраться просто. У меня, кстати, очень мало кадров в секунду. 150, а в кейс что-то здесь сделает? Ладно, хорошо, разберусь позже. Вообще слайдшоу какой-то. Так, ладно, вот они что-то смотрят, друг. Ага, опа, четвертый пунктик. Здравствуйте. Ну, я, пожалуй, его репортик-то накину, если он будет читером все-таки. Вот, зачем он по своему выстрелу? Ну, может, он с Кентафариксом играет, опять же. Но у Кентафарикса как бы нету брони. Зачем он в лицо выстрелил? Вопрос интересный. Ну, давай. Я так понимаю, что этот раунд все-таки не их раунд. Вот они встали, стоят, ждут. О, было слышно скоуп, получается. Но, тем не менее, никто на этот скоуп не пошел. Да, Челикс просто убежал. Все понятно, смотрим следующее. Раунд, boys and girls. Итак, подозреваемый очень как-то медленно действует. Не особо понятно, почему он такой вот весь из себя, валяжненький пот такой, знаете, типа. Чуть-чуть пропрыгнул, но это фигня. Закидывает молотов. Один из них уже даже проходит через этот молотов. Опа. Два патрона, и он его сразу же мочит. А зачем? А зачем он на Q нажимает постоянно? Что, если там еще кто-то будет? Короче, я считаю, что, возможно, это с АИМом вот это вспомогательное средство. Вот, обычно с АИМом в купе еще и в волхак идет. Но мы посмотрим еще парочку раундов, конечно же. Типа палиться на первых раундах так сильно. Че это сделал вообще? Я все в патруле, мне кажется, почти что видел. Ну, видимо, не все все-таки. Ну что, это ж майка из Го, нифига себе. Благодаря ним я сегодня смогу покушать и, наверное, кормить там маму с папой чем-нибудь. Как только будете сюда заходить, пожалуйста, на плюсик жмем. У нас тут есть промокод, клайне, если вот так вот вводим. И вы знаете, что он вам дает? Плюс 40%. Вот, держу вас в курсе. Так, у нас тут неделя диких ягод. Минус 24% скидончики, да. Так, еще тут у нас гивэвэйчик есть. Вот они все призы, вот эти перчаточки. Вообще все подряд, в принципе, весь списочек. Вы прямо сейчас на экране введите, да. Но я сюда не за этим пришел. Да, вот вы можете вполне сходить. О, хайпернайф. К нифе, а вот какая-то фигня выпала, которую что-то мне не понравилось. Давай другой кейс тогда уже ждут. О, кибипук кейс. Так, давай на все бабки, короче, крутанел. Ну, почти на все, ладно. Открыть быстро, давай. 2400 улетело, или сколько там, кстати, улетело? Я что-то не посмотрел. И прилетело 2800. Неплохо, да, 2400. Я все правильно сказал. Не хватает. Давай еще раз, быстро. Хочу прикольное что-то. Опа. Кровый спорт можно? Я вот классный. 4000. Мне хватит. 52%. И пообразки дай нож, пожалуйста, чтобы анимация такая. Вот так и осталось в успешном апгрейде. Да, я базарюсь. Все, спасибо большое. MyCasGo. Братанчик, тут помимо всего прочего еще есть контракты. Но я не хочу в контракты что-то как-то. Нифига я не хочу пока что в них это залезать. Есть еще сражения. Где ты один на один с кем-то можешь, короче. Ну, вы одновременно кейс открываете. И все там нормально, короче. Кто-то выиграет, кто-то не совсем. Этому сайту уже миллионы, миллиардов лет. Он, ну, его видел вообще везде, мне кажется. Сколько? Ну, года 3-4 ему, мне кажется, уже точно есть. Короче, ссылочка, если что, на него в описании есть. Дерзай. Это MyCasGo, промокод Клейнс. Давай, братишка, просто, если хочешь. Итак, у нас один нифига не на миду. Двое. Нет, один все-таки в сторону Б, короче. Идет вамба, вроде тоже в сторону Б сейчас пойдет. И в пяту никого нет. И он даже не чекает. Не в упоре позиции вообще особо ничего. Вообще нигде. Так, ну, пятерочка. Нет, пока что никто инфу ему не дает, касаемо того, кто где находится. Ну, давай глянем. Вон, его тут ждет кот, и кот его мочит. Вот. Прекрасно просто. Итак, у нас AWP. У нашего великолепнейшего подозреваемого. Да? Сейчас, чего это головой дело? Так, ну и что там у нас? Что-то будет прекрасное происходить или нет? О, нифига себе. Ты посмотри, без АИМа, без еще чего-то. Зачем он по две пульки тогда стрелял? Мне показалось, что это читерское поведение просто максимально. Так, ну ладно, хорошо. У нас остается всего лишь трое. Один из которых у нас есть террористов непосредственно в стороне вот этого вот метро. Второго он тоже мочит. Очень долго он его ждал. Так, пятерочка инфу пока что по паласу не дает. Все, потому что она... А нет, все-таки, видимо, увидел он его или нет? Я что-то нифига не понял. Так, ну ладно, давай будем смотреть дальше, что будет происходить. А двоечка у нас на меды выходит. Так, и все. И он просто бежит на меды в сторону Тиспауна, скорее всего. И пятерочка с семерочкой перестреливается. И его сейчас... Опа, вот так вот. А дернет ли четверочка семерочку? Вопрос, конечно, очень хороший. Но мы сейчас об этом уже скоро узнаем. Буквально через несколько мгновений. Так, и подозреваемый у нас сейчас на поджиме... Получается, будет этот самый пицца сотреть, скорее всего, да? Нет, он не смотрит, он просто стоит на стейерсе. Четверочка подходит к бомбе. Ага, у него всего лишь 16 хп. Есть, наверное, инфа, что он красный. Да? Или нету такого? Обычное убийство. Но тот раунд, я все еще думаю, что это... Аимщик какой-нибудь, вот эти моменты всякие. Потому что все было достаточно странненько, странненько. Ладно, ладно. Что-то он сейчас вниз посотрел. Я такой чуть-чуть, ну, панику, короче, словил. Я подумал, что, блин, а мало ли, он сейчас будет моментами заниматься всякими. Так, ладно, давайте побольше конкретики. Так, вот первого он мочит. Так, дальше инфы нету. Ни по пяту, нигде вообще ничего. И он просто уходит. Потому что пятерочка дает инфу, что... Давай, амбит, пожалуйста, давай, амбит, амбит. Так, ладно. Мочит его прямо в голову, нифига себе. Нормально, он, конечно, дернул. Так, минус. Один палас точно будет. Это была странная наводочка прицела. А почему звуков выстрела нет? И все еще восемь патронов. Я не понял, а что это такое было? Это что за баги? Очень странно, ну ладно. Давайте посмотрим дальше. Такое ощущение, что его пули, вы знаете, они не выпускаются из оружия. Что-то в этом промежутке. Ну ладно. В принципе, будем смотреть дальше, и что там вообще будет. У подозреваемого Диггл и АВП. Что он делает? Зачем он его так вот подергивал? Может быть, он кентофариксом своим что-то рассказал чуть-чуть? Встал. Стоит. Че? Че стоять? Ну ладно, хорошо. Вроде дальше пошел. А, он говорит, что один палас, типа. Это он так инфы ему, типа, дает. Смотри-ка, какая тварюга все-таки. Молли ему закинет, конечно же, хотя по нему нету никакой инфы абсолютно по семерочке. И возможно, что он говорит третьему, что типа иди палас, чекай. Он там на паласе вообще жестко стоит. Так, а он сейчас сам-то вообще что будет делать? Ну, как бы это апартаменты. Возможно... О, все, алмазы зафигачили все-таки. Так. Властицкий у нас на Б непосредственно двигается. Подозреваемый. Что-то спрятался, стоит. Взял дигл, ждет. Так, девяточка и однерочка у нас разминаются. Девяточка у нас в китчине, и по ней есть информация. Ее забирают. Слушайте, я считаю, что это как бы софтер, но софтер это достаточно такой, типа, знаете, посредственный, что ли, условно. Но я бы все-таки еще за ним чуть-чуть понаблюдал. Вы что думаете, пожалуйста, в комментариях? Напишите ваше мнение. Оно очень важно для меня. Да. Все-таки среди вас есть люди, которые получше меня и играют в эту игру. Все. Ну ладно. Встал, стоит, ждет, чтобы контролить этот самый пит, получается. Без инфы, без всего. Смотрите, и сейчас он миды уже не чекает, потому что он прекрасно понимает, кто где находится у них, собственно говоря. Ход его, короче, жестко, это самое, ну типа, тролирует. Смотри, смотри, киберспорт. А, нет. Смотри, он, он не стреляет, у него 10 из 30 патронов, хотя есть анимация выстрела. Это что, это фейкшот? Что это такое вообще? Ненастоящий выстрел, читы на ненастоящий выстрел какие-то, ну типа. Так, ладно, бамбу уже поставили, он заходит. На очень смелых щах, целится куда-то в стену. Особо опасен фильм, видели? Вот, абсолютно такая же делюга, видимо, произошла. Ладно. И что же я хочу сказать по этому поводу. Я считаю, что помощь в прицеливании все-таки была. Ровно как и помощь в обнаружении, но вот так вот полиция, это, конечно, такое себе. Здесь я ничего не увидел, а препятствовали нормальной игре. Он выстрелил по своему тиммейту зачем-то, хотя тот был без брони, а он еще и СМК ему в лицо выстрелил. Так что ждем следующую катку, прав ли я или нет, пиши в комментариях. Вот, а мы летим дальше. Следующая катка у нас начинается, и подозреваемый не смотрит вниз, зато его Банихопу позавидует абсолютно любой киберспортсмен, так сказать, и вообще абсолютно любой игрок, который так или иначе хотел бы научиться Банихопу. Смотри, уходит сразу же. А, это у нас ХВХ-шка, ты посмотри. О, нифига, нормально. Человечек у нас, который в коннекторе, у него есть подруб тоже, он катается как будто бы на рельсах, короче. Вот, да, вот воробей. И смотри, нифига себе, в ХВХ побеждает у нас подозреваемый. Кто бы мог подумать, видимо, его читы немножечко, точнее, не читы, а там совокупность. То есть, как он, ну, что он читерит непосредственно, и как он ими пользуется. Знает ли он механики этой игры в том плане, что простреливается, а что нет, вот в этом промежутке. Нормально, нормально. Так, ладно, давай будем... Угу. Ну, я думаю, что здесь и так, в принципе, все понятно, но я бы еще чуть-чуть за ним понаблюдал. Все-таки читеры, ребята, достаточно иногда чересчур интересны, что называется. Но, на удивление, у него нету крутилки, да, допустим. То есть, вниз он уже не смотрит. Вот, но зато его вот этот вот банни-хопчик, это уже все первые три пунктика есть. Его просто их сбривают, и они проигрывают этот раунд. Да, вы представляете, люди на... Внимание, это Голднова-3, как и я, да, я Голднова-3. Лайк за это, пожалуйста, если ты тоже Голднова-3. Вот, да блин, да что ж ты стоишь-то? Ты ждешь, пока я договорю? Давай, иди играй. Вот, и, собственно, что? Они реально потратили свое время, чтобы сатина не прайма, я так понимаю, это уже не прайма, наверное, да? Вот. Вот, и, собственно говоря, вот это вот всякой фирме занимается. Ну, и воробей, конечно же, всех вырубает, всю команду оставшуюся, и все, и, собственно говоря, да. Спецназ забирает раунд. Еще хочу один раунд посмотреть, ничего страшного, сейчас мы уже пойдем на следующий. Просто... Куда он садится? Ой, встал. Я подумал, что он завис, короче, потому что и кот тоже стоял на месте. Так, у нас страус тут, туда-сюда. Вот, кстати, это ж какими крысами нужно быть, то есть у них у всех читы, да, скорее всего, и при этом ему дали репорт. Смотри, минус 99, ему еще хп-шек дали только что, так сказать. Так, давай. Я так понимаю, это воробей, да, это воробей бежит, короче, на него жестко так. Ай, кто кого? Только прыгать не надо. Не поможет. Прыжок точно не поможет. КВК такое. Володь, фига, он его сделал. Нормально, нормально. Так, ну и что, у нас шорт двое, давай. Сбривай их. Резак просто сидит что-то на месте там. Я так понимаю, что он будет с ними сражаться, он не побежит за бомбой, потому что ему это особо не нужно. Хотя, вроде как, они оба там, и он об этом прекрасно знает. Смотри, что. А? Ой-ой-ой. Не получилось. Получилось. Давай, ластецкий. Все, все-таки он хорошо взять бомбу, да, врезался головой в эту фигню. Кто-то банихопить совсем не умеет, да? Ну, ладно, бывает. Как можно не уметь с читами банихопить вообще? Ой-ой-ой, опасно. Он же тебя может прострелить, ты что делаешь? Смотри, побежал сразу. Оп-оп-оп-оп. А? Ну-ка. И че? И че? А? Два читера друг против дружки, ты посмотри. Ага. Вот, правильно. Это правильный выбор. Нефиг, кто обижать. И четверочка сразу же в коннектор тоже бежит, чтобы его встретить. Ты посмотри. Блин, читеры такой народ, конечно, интересный, я вам скажу. И смотри. А че делать-то? О как, о как. 7 секунд. Да уж, да уж. Ладно, давайте вердикт. Я думаю, что все тут понятно с этим вердиктом. То есть у нас тут все три первых пункта, четвертого пункта. Я не увидел, чтобы он свою как-то мешал играть. Поэтому все. Ждем следующую катку, получается. Ну что, последняя каточка на сегодня. Давайте глянем. Человечек вниз не смотрит. Карта ДАС-2. Прекрасное вообще начало. Конца этого ролика. Так ладно, че. Он нас один выходит. В принципе, вроде как чекает адекватненько. Все. Очень даже хорошечно. Попростреливал кар. Я делаю примерно так же, собственно. Вот. Учитываем, к слову, звание. Это у нас че? Это у нас голд новый. Потому что у меня тоже голд новый. А сейчас третий. Вот так. Ну и что же у нас? Один на шарту. Возможно, нет. Вряд ли он его услышал, конечно. Я его лично не слышал, допустим. Так, ну давайте дальше немножечко посмотрим. Пройдем. Так вот, он проходит, смотрит. И замечает одного каточника. Он его забирает. Обычная стрельба. Адекватная. Ничего сверхъестественного. Здесь не вижу, что называется. За что его зарепортили? Вопрос интересный. Это, походу, одна из тех самых долгих каток. О, нифига улетел. Где все очень даже хорошо, возможно, будет. И мы сейчас потратим времечко с вами. Да, немного. Ну давай, глянем. Итак, один будет обходить слонга. Второй через КТ-шку, походу, дело пойдет. Ну и, соответственно, у нас как бы умный человечек. О, забрал. Хорошо. Так, ну и он, в принципе, плюс-минус догадывается, что, возможно, это будет лонг. И он собирает ластецкого вполне-таки адекватно. Так, что у нас по, собственно говоря, табу? 9 на 2 на 2 он идет. Ну, 9 на 2 просто получается. И у него 3 МВПшки, он лучший в своей команде. И у него есть циклон, который замутанный. Сама катка длится 19 минут, но это короткая катка. Поэтому, в принципе, для короткой плюс-минус адекватненько. Так, ну он его забирает. Причем достаточно адекватно он его забрал. Попростреливал тачку. Так, и, соответственно, все-таки они будут лонг заходить. Это уже очевидная, так сказать, темка, да? Ну, их, соответственно, там уже ждут. Так. Ага, циклон у нас Альфу забирает. Подозреваемый чекает. И, в принципе, стреляет плюс-минус в смог. Но убивает его все-таки циклон. Так. На Гендальф он кидает у нас молотов. В принципе, вполне адекватный отыгрыш. Играет получше меня. Как и все вы, комментаторы, да? Так, вот этого он тоже забирает. У него очень хорошо летит. И этого тоже забирает. Ну, ХЗ, пока что адекватная игра. Ничего сверхъестественного здесь нет. Сверхъестественного это читы, да? Вот это. Supernatural. Так, ну да ладно. Следующий раунд у нас начинается. Подозреваемый бежит в сторону чего? Он сейчас побежит в сторону. Да, конечно же, он бежит. Пропрыгивает. У нас все адекватненько. И на уверенных щах заходит на шорт, на котором вообще никого нет. И закидывает молли. Обычно читеры себя немножечко не так ведут. Они, знаете, экономят на гранатах, если угодно. Так. Вот первый забранный. Забранный. Хорошо. А зарепортили его, за что интересно. Вот, конечно, что называется на мульон. Так, ладненько. Чекает позиции аккуратненько и хорошечно. Ждет лонга. Хотя на лонг никто из них даже не вышел. Хотя вот один вроде как побежал. Но он до последнего ждет лонг, потому что по второму инфы никакой нет. И все-таки он, да, все еще ждет и ждет. И забирает. Причем в него еще и успевают выстрелить. Так что да. Интересно. Ну, на самом деле, не так уж это интересно в плане читерства, да? Потому что сейчас ничего такого жесткого не происходит. Так, ладно. Подозреваемый у нас выходит непосредственно в бокс. И сейчас будет пытаться забирать вот этого челексоида. И, в принципе, все адекватно. Попростреливал. Ну, мало ли кто еще будет в смоку. Чекает. Аккуратненько. Причем чекает. Поменял акустик на М-ку. Собирает альфу. Все достаточно адекватненько. Так, хорошо. И простреливает челекса в смок. Ну, не чисто в смок как бы, да. А вот, ну, уж как приходится, что называется. Неплохо, нормально. Так, ладно. Властеский у нас, скорее всего, через лонг, да, пойдет. Соответственно. Соответственно. Соответственно, ничего. Вот они перестреливаются с нуликом. И команда подозреваемая раунд забирает. Так, ладно. Куда пойдет подозреваемый? На миды, походу. Или в нижнюю? Нет, все-таки на миды. Он у нас немножечко рашит, так сказать. И, в принципе, у него очень хорошие 2 кила. Так, ладно. Давай глянем, посмотрим, чего. Ну, это обычная КСГововская стрельба. Так, ну и, соответственно, подозреваемого забирают. И они еще и раунд первый забирают. Не получилось у ребяток, что называется, прожать. Так, ну ладно. Подозреваемый у нас бежит в нижнюю темку. И шифтит. Причем достаточно своевременно. Флешка прилетела. И есть инфа, что 1 на Б. Так, он их ждет. Выжидает. Ну, первого, по крайней мере, подождал. И выбил бамбу, что очень важно. Так, слышит вот этого тоже. И также его забирают. То есть, без каких-либо чваблов, проблем и так далее. Так, ну, а тут уже его забирают. Что это с камерой сейчас было? Она там сальтуху навернула. Ладно, ладно, ладно. Подозреваемый у нас, походу, опять, да, идет в нижнюю темку. И сейчас он шифтить начнет. Да, уже шифтит. Забирает первого. Ну, очевидно, что здесь еще один, как бы, был. К слову, он что-то как-то не попал даже в него особо. И все-таки он его забирает. И еще один. Да, слышно. И, к сожалению, не получается у подозреваемого. За что ему репорт скинули, пока что вопрос актуальный. Непонятно. Так. Ой, а он, кстати, очень хорошо прошел. Прямо очень хорошо так. Ну, очевидно, что они отсюда могут пойти. У этого всегда есть шанс. И он, как бы, просто прошел. А, ну, точнее, забрал их и все. Так, в нижней темочке есть этот самый дробовичок. Против него очень опасно сражаться на таких дистанциях. Ай, блин, не получилось. Итак, это очень обычная демка с очень обычным игроком. За что его зарепортили? Вопрос актуальный, потому что игра адекватная. В помощи в прицеливании здесь я не увидел, как помощь в обнаружении или вспомогательных средств или препятствии нормальной игре. Напротив, он тащил команду на себе. Без читов, без чего-либо еще. Все достаточно дефолтно. Вот. Опубликовываю вердикт и прощаюсь с вами до следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, покусики. Надеюсь на ваш лайк и на вашу подписочку. Все. Пока. Обнял, приподнял. Спинку хрустнул.